Всеми любимая игра Гаррио, Майнкрафт, мини-игры и многое другое. Все это ты сможешь найти на канале GoodDude, ссылочка на него в описании, заходи и подписывайся, а мы приступаем к просмотру. Как делишки, ребятишки? С вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее в новую серию нашего шестого сезона с модом Pixelmon. Что мы будем делать в этой серии? Мы дальше будем продолжать строить нашу секретную ловушку для того, чтобы заспанить легендарного покемона. Будем дальше продолжать прокачивать наших покемонов и также искать новых покемонов. Все это нас ждет в этой серии, но перед этим, ребята, я бы очень сильно хотел вас попросить поставить лайк. Я даю вам свое слово, то что как только мы набрем 1200 лайков на вот этой серии, то вы сразу получите новую серию. Сразу же, ребята, потому что, честное слово, серия выйдет только тогда, когда вы этого захотите. 1200 лайков и сразу выходит новая серия. Также там в углу есть кнопочка красненькая, на которую вы сможете нажать и подписаться на мой канал. За это я буду еще больше вам благодарен, потому что каждый подписчик для меня как друг. И я рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью. Не стесняемся, ребята, одна секунда времени, чтобы поставить лайк. Одна секунда времени, чтобы подписаться на канал. Две секунды, но за эти две секунды вы сможете сделать Эдисона намного счастливее. Да, ребята, а мы приступаем к просмотру. В этой серии у нас не будет развлечения. Почему? Потому что в предыдущей серии... В предыдущей серии у нас было другое небольшое мини-развлечение. А именно, что мы делали? Я у вас спрашивал, какие сны вам снятся? То есть, какие самые ужасные или самые наркоманские или еще какие-то самые-самые сны вам снились? И, в принципе, ребята, спасибо вам большое за то, что многие люди действительно в этом участвовали. Многие люди писали и даже действительно делились. Конечно, многие больше всего придумывали, а не писали правду. Но все же, ребята, спасибо за то, что участвовали. Поэтому это, можно сказать, и мини-игра была в предыдущей серии. И в этой серии сейчас вы на экране видите, ну, больше всего комментарий, который мне понравился. Это даже не то, что бред, это даже не то, что прям какая-то нереально выдуманная история. В принципе, даже иногда бывало то, что чересчур какая-то выдуманная. Но все же, в какой-то степени даже и смешно, и даже очень мило. Поэтому, ребята, давайте мы еще чаще будем устраивать такие небольшие мини-игры, потому что действительно круто. Ребята, я читаю каждый. Вот прям, честное слово, вот не цепляйтесь... Точнее, вот сейчас цепляйтесь за слова, потому что я говорю вам правду. Я читаю каждый ваш комментарий. Мне очень интересно знать, что вы думаете, о чем вы думаете. И вообще, и вообще мнение своих подписчиков. Ребята, я читаю каждый ваш комментарий. Вы не думайте то, что если там, например, как многие думают, «Ах, там много комментариев, Эдисон, ты, наверное, не заметишь то, что я тебе написал». Ребята, вы не переживайте, я 100% замечу, потому что я читаю каждый комментарий подписчиков. Не переживайте по этому поводу, что их там может быть много, и я какой-то с них могу не заметить. Нет, ребята, я замечу каждый. Поэтому оставляйте комментарии, я действительно буду рад прочитать, что вы думаете. Может, к концу серии я еще какую-то мини-игру новую придумаю. Может, к концу серии еще что-то будет. Я вот прям... В последней серии у меня даже в голове крутилось на протяжении всей серии. Мол, вот я опять что-то... Твою мать. Вот я опять что-то придумал. Главное не забыть. Главное не забыть, потому что еще одна крутая мини-игра. Как назло. Пока вот эта новая серия началась, я уже забыл то, что я думал в предыдущей серии. Ну, не знаю, ребят. Мне кажется, у меня потихоньку склероз начал развиваться, потому что я уже многое начинаю забывать. Я уже не помню то, что я хотел сделать пару минут назад. Я вот... Это кто еще там? Это и помы там. У меня действительно уже небольшой склероз. Честное слово, ребят. Вот что... Знаете что? Вышла же недавно новая версия. Ребята, кто не видел обновление, оно реально крутое. Я даже специально для вас, для тех, кому лень, в комментариях оставлю ссылочку на обзор новой версии Pixelmon. Вы можете просто зайти в описание под видео и посмотреть, перейдя по ссылочке, посмотреть обзор новой версии. Оно нереально крутое. Там были добавлены магазины, деньги в Pixelmon. Это очень круто. Вот я не... Вряд ли я смогу установить вот это обновление в сезон, потому что, кто помнит, даже предыдущее обновление я не смог вставить в сезон. Потому что, ну, просто оно не сочетается, так как карта вот этого сезона построена на старой версии. На старой версии Pixelmon. А новой версии, к сожалению, почему-то не сочетается. Просто крашится Майнкрафт. Ребят, я уже пробовал. Плюс к тому, магазины спавняются только там, где мы еще не были. А в этом мире мы уже были очень далеко. Может, мы где-то не были прям за нереальное количество блоков. Там, если, например, бежать куда-то 50 тысяч блоков вперед, в бок куда-то. Может, там мы еще не были. И может, там... Может, там потом у нас заспавнится магазин. Но это тоже очень и очень навряд ли. Потому что на этой карте мы уже многое что повидали. Только если взять пример, сколько мы искали алтари для спавна легендарных покемонов. Это действительно уже очень много было. Поэтому вряд ли мы сможем найти местность, там, где еще мы не были. А ты поехал за 9 земель отсюда, чтобы найти магазин, тоже не охота. Может, будет в следующем сезоне. Если, конечно, следующий сезон вообще будет. Ребята, вы знаете то, что я всегда прислушиваюсь к мнению подписчиков. И только ваше мнение мне важно. Поэтому вы все решайте. Вы все решайте, ребята. Когда будет новая серия? Будет ли она вообще? Будет ли новый сезон? Ребята, я честно... Мне просто нужна мотивация. И мне просто хочется узнать и увидеть то, что действительно вам это нужно. Как вы знаете, это зависит только от лайков. То есть отдельной мотивации. И также ваше мнение в комментариях. Да, ребят. Я не знаю, будет ли мы продолжать строить это в этой серии. Может, мы сейчас просто-напросто отсюда уйдем? Потому что я тоже, знаете... Ну, я согласен, что проводить тут все время тоже неохота. Но все же мы тут королем Мью. Ребята, кто не знает, у нас тут может заспавиться где-то Мью. Мастер-болл всегда при нас. Мастер-болл всегда в кармане. Мы его не потеряли, не забыли, не продали. Ни хрена себе. Может... Может, я не переца в пушке? Хрен его знает. Это случайно получилось. Но все же, ребята, Мью может заспавиться действительно... Опа. Сколипет. Мью может заспавиться действительно в любой момент. А если вы в курсе, если заспавится Мью, то означает то, что мы также получим Мьюту. Да. Потому что мы клонируем Мью в Мьюту. Это, в принципе, ну, не скажу, что прям чересчур тяжело. Но все же может получиться. Поэтому, ребята, увидим, увидим, что получится с этой Мью. А если нет? Киогр, Лугия. Есть еще много покемонов, которых у нас нет. Да. А может, знать... Опачки-попачки. А может, мы сейчас отправимся... А вот, ребята, идейка. Сейчас как раз ночь. Мы сейчас бежим домой, берем Суикуна. Садимся где-то на пляже ему на спину. И прям погружаемся под воду, как какая-то подводная лодка. И сразу же спускаемся куда-то в какое-то море. В первую очередь, мы круто сможем ловить покемонов. Потому что у нас будет ночное зрение. И также мы будем сейчас искать фосил покемонов. Но это еще не все. Зачем мы туда спускаемся? Потому что ночью может заспавиться и Лугия, и Киогр. Если это все-таки произойдет, это будет нереально круто. Это будет нереально круто. Но давайте... Так, сюда мы выложим Иви, сюда Пипинцера. Нужно запомнить то, что они тут. Возьмем Суикуна. Суикуша, ты где? Пожалуйста, покажись. А то... Суикуша! Я его 100% где-то пропустил. Суикун. Я, конечно, мог сейчас Лапроса взять и на Лапросе пойти покататься. Но я хочу именно Суикуна. Не зря же мы эту легенду ловили. То ли я немного... Вот он, твою нафиг. И давайте возьмем... Соломенца, да. И отправимся. Главное запомнить... Вот сюда. Вот сюда. Тут у нас есть уже отдельный остров. Вот тут. Вот тут. Тут в любой момент может заспавиться легенда. В любой момент. Так же Суикуна опять тот же может заспавиться. Конечно, Суикун нам нафиг не сдался. Но все же. Но все же мы сейчас отправились не для того, чтобы качаться. А для того, чтобы пойти в подводный мир. Так. Нет. Хуйду. Ты пока что посиди... Эм. Круто, конечно. Я очень рад. Но почему у меня F сб... Почему у меня F сбилось? F... Мне... Ребята, вот пожалуйста. Мне не нужно, чтобы у меня F сбилось. Next party slot. F. А еще одна F. 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 Мне не нужно, чтобы F сбивалось. Это очень... Это очень плохо. Суикуша, вылезай. Вылезай, я сказал. И потопли. Я надеюсь... Спускайся. Давай, Суикуша. Под воду. Опа. Ныряй. Круто. У нас будет... У нас вот... А подводное зрение... Хм... А у него нету подводного зрения? Или это все-таки... Типа подводное зрение? Может у Лапроса было бы? Опа. Это... Это... Фосил. Фосил покемон. Фосил. Ща. Ребята. Шлемачок. Да, это все-таки... Да, это все-таки подводное зрение. Шлемачок. Шлемачок. Червячок. Ладно. Не знаю почему. Подводное... Не подводное зрение, а подводное дыхание. Точно. Я... Я забыл. Акваффинити. Респир... Респирэйшн. Акваффинити. Эм... Да. Респирэйшн, ребята. Нам нужен респирэйшн. Три. Да? Не два, а три. Энчант. А почему я не могу чарить? Вот это меня всегда интересовало. Почему в этой версии я не могу чарить? Может... Может на один? На один могу. На два? На два тоже. А на три? А на три походу уже... А нет, могу... Твоя... Нам походу тогда по уровню нужно чарить, а не все сразу. Фиг его знает. Фиг его знает. Ребята, мы шуру... Какая сэлэби нахрен? Какая... Какая сэлэби? Суйкуша, под воду ныряй. Давай, быстренько. Быстренько, быстренько, быстренько. К йогру, мы пришли за тобой. Нет, ребята. Вот... Вот кто-кто... Суйкун у нас пянненький. Почему? Потому что... Вы помните... Хотя вряд ли кто помнит. Я это даже забыл. Но все же сейчас помнил. Суйкуша у нас походу забагался. В каком смысле? Он не может бегать. Когда я нажимаю вперед, я не могу на нем бегать. Я не знаю, почему он... Он просто не бегает. Вот... Вот даже... Вот даже и лапрос не бегает. Значит, это не Суйкун забагался, а просто я не могу управлять покемонами. Интересно, почему? Мне бы очень хотелось знать. То есть... То есть... Вперед я почему-то не могу двигаться. Мне интересно просто, почему. Вот. Тут у меня движение вперед. Движение вперед это одно, а движение на покемонах это вообще другое. Ребят, я не в курсе. Вот честное слово, хоть убейте, я не могу знать. Может она только на воде. То есть, если я ее кину в воду, да? И сейчас нырну. Ух ты. Это что еще такое за аномалия тут такая? И вот, например... О, здрасте. Опачки. Если бы тут столько фоселов не было, но все же... Они есть. В какой-то степени это даже хреновенько. Потому что, ну... Это не такой хардкор, как, например, было несколько сезонов назад. А вот сейчас могу... Не знаю. Ну, то есть... Это подводные? Это под... Да, походу подводные. То есть... Ааа... О! Вот! Я понял, как снижаться! Снижаться на буковку С! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Я даже не знал. Почему хуй дум, если я не кидаю хуй дума? Если я кидаю лапроса? Ребята, вы только представьте. Вы только представьте, что мы сейчас сдохнем. А нам не нужно сдыхать. Вы в курсе? Ребята, сдыхать это очень плохо. Вот попробуйте... Вот попробуйте в жизни только раз сдохнуть. Вот вы сразу поймёте, что сдыхать это действительно очень плохо. Да. Ну, попробуйте. Вдруг потом вы поймёте, что это... А, может, это всё-таки хорошо. Так. У нас уже есть два фосила. А мне интересно, кто там будет. У нас уже есть... Так, это ещё... Твою мать! У нас уже есть два фосила покемона, которые находятся дома. Которые, в принципе, уже дома, да? Да твою нафиг! Вот когда мы слезаем с покемона, то у нас вот это дыхание сразу как-то пропадает. Я не знаю, почему. Оно как-то сразу пропадает. А знаете что? Давайте мы сейчас не будем так... Так глубоко погружаться в добычу этого фосила. А давайте просто проплывём. А давайте просто проплывём. Зачем? Вы понимаете, зачем, ребят? Вдруг... А вдруг... Кто-то... Да, она думает. Может, мамка за хлебушком отправит. Мам, я не хочу. Дай посидеть за компьютером. А всё-таки мама ему под затыльник. И он всё-таки выйдет. Выйдет на улицу. А тут мы его карулим. А тут мы его увидим. И мы за ним прям помчимся. Потому что всё-таки Лапрос это прям... Смотрите, как он быстренько плавает. Ух, нихрена себе у тебя там башкенция. Мы всё-таки за ним сможем угнать... Опа. Это Хорси. Мы за ним сможем угнаться, поэтому это небольшая проблема. Это чё там за фигня? А, это гимн. Твою нафиг. Я думаю, что там такое появилось. Это гимн, оказывается. Пора бы уже новый гимн нам искать. Как вы думаете, ребята? Вот сейчас, сейчас, я почему-то имею большое желание найти травяной гимн. Да, я не знаю почему. Но, в принципе, у нас есть много огненных покемонов. И огненные покемоны, это, наверное, один из моих любимых типов покемонов. Поэтому увидел голден и хотел сказать голденные покемоны. Нет. Огненные покемоны действительно мои любимые. И я бы был бы рад, если бы мы нашли травяной и просто пифф, пифф, этих всех травяных покемонов. Это было бы реально круто. Это было бы очень круто, но нужно искать. По сути, где-то в лесу в каком-то... Ага, это старую, старую. Нет, старую нам не нужна. У нас она уже есть давным-давно. По сути, в каком-то лесу мы сможем найти, если мы там хотя бы немного так погуляем, побродим, и посмотрим, кто где. Не знаю, может мы это сделаем, может мы в какой-то серии, знаете, прям полностью отправимся в какой-то лес и даже оттуда не будем вылезать, чтобы просто уже наконец-то найти травяной гимн. Но, Мика, там уже, там уже день. Уже нету смысла тут плавать. В принципе, кто тут может заспавиться днём? Днём никто тут не спавится в этом биоме с легендарных покемонов. Никто. Никто. Значит, мы, наверное, отсюда сейчас будем валить, и я, если честно, не представляю, куда. У нас есть... Сколько у нас? Один, два... Три фойсил покемона. Там есть один Анорит, как я понял. Анорит у нас уже есть, то есть я просто по текстурке увидел. Нам нужны какие-то другие, которых у нас ещё нету. Но это не так-то просто и найти. Да. Не так-то просто и найти. В принципе, нам тут нечего ловить. Нам тут нечего... Зато мы хотя бы уже шли мочок зачалили. Это уже радует, потому что я давно хотел это сделать. И в этой серии мы это уже наконец-то сделали. Куда мы... Опа, здрасте. Маткипушка. Ребята, маткип у нас уже есть. Я бы ещё одного с удовольствием словил, но я не вижу большого смысла. Маткип это тоже. Оооо, точно. Многие меня уже давно просили Эдисон словить Чармандера. Ребята, как я вообще... Вот кто-то мне ответит на этот вопрос в этой серии. Как я вообще мог забыть про Чармандера? Это наш самый преданный друг. Как я вообще мог про него забыть? Ребята, я надеюсь, что вы на меня не обижаетесь. То, что я забыл про Чармандера. Не обижайтесь, пожалуйста. Не обижайтесь. А то я расстроюсь, если на меня кто-то будет обижаться. Я про него действительно забыл. В каждом сезоне это был один из первых покемонов, которого я всегда или брал, например, как стартовика, или ловил. Если я, например, не брал его как стартовика. А в этом сезоне я подзабыл. Да. В этом сезоне я вообще забыл про Чармандера. Я надеюсь, что сейчас мы его... Чимчар у нас есть. Я прям нереально благодарен. Но нам в жопу сдался этот Чимчар. Дайте нам Чармандера. И Чимчар. И Чармандера. Так. Тут никого. А кто тут еще, в принципе, может заспавиться? Кто спавится вообще в горах легендарных покемонов? В горах вроде спавится Энтей. Но он вроде, во-первых, спавится только в Extreme Hills. И во-вторых, только ночью. Чимчар. Я тебя убью только из-за того, что ты слишком наглый. Я уже не знаю, какой раз прошу Чармандера, а ты второй раз спавнишься. Спавница Чимчар. А нам нужен Чармандер. Повторяюсь, может это и звучит. Первая буква одинаковая. Чимчар и Чармандер. Но нам не нужен Чимчар. Ребята. Пожалуйста. Попросите Чармандера выйти погулять. Давайте. Все дружно. Все дружно в комментариях. Вот как, знаете, Дед Мороз выходи, так Чармандер выходи. В принципе, скоро Дед Мороз выйдет, по идее. Там сколько там вообще осталось до Нового года? Там месяц? А, когда вообще каникулы? Ребята, кто-то знает? Напиши, пожалуйста, в комментариях, когда у вас каникулы начинаются. Новогодние. Потому что я не в курсе, честно. Я не помню, когда у меня были. Я нифига уже не помню. Ну, в принципе, даже если бы я помнил, тут, где я живу, тут по-другому. В Украине, в России, вообще, в сторонах СНГ это может вообще быть по-другому. То есть, тут каникулы начинаются одного дня, а в России, например, другого, или в Украине. Поэтому я могу быть даже не в курсе, ребят. Действительно, напишите. Мне реально интересно, когда каникулы начинаются. Потому что я не в курсе. А знать-то нужно. Знать-то нужно, когда все дома будут. Вот когда у никого не будет вообще учебы, да? Когда можно будет отдохнуть. Вы-то можете, сможете. Но не я. Да. Но не я. К сожалению. Я бы тоже отдохнул. Но каникул на работе, еще расскажу. К сожалению, нет. К большущему сожалению. Вот как бы прикольно было, если бы на работе были каникулы. Как бы это охрененно было. Ты работаешь, работаешь, работаешь. Потом начальство тебе горит. О, каникулы. Две недели. Можешь иди и сидеть дома. Да. Я бы прям офигел, честное слово, ребята. Как бы это ни странно, но я нереально. Я прям нереально скучаю по школе. То есть, может, сейчас вам это все кажется там, не знаю, фигней. Кому нужна школа? Лучше бы я пошел на работу, чем учился бы сейчас. Я тоже так думал, когда я был в школе. Лучше бы я уже пошел на работу, чем я сейчас буду сидеть тут просиживать штаны. Да, и ничего толком не делать. Но, ребята, лучше сидите, просиживайте штанишки, покупайте новые и ничего не делайте, чем мечтайте как бы побыстрее закончить школу и пойти на работу. Это самая большая ошибка. Потому что лучше не нужно так думать. Честное слово, ребята. Это самая большая ошибка. Потому что, во-первых, в школе, да, например, вы там выходите в сколько часов? Сколько, ребята, когда у вас уроки начинаются и когда заканчиваются? Иногда бывает то, что вы выйдете домой, пойдете домой в 4 часа, да? Иногда бывает в 5, иногда если там загрузочные какие-то дни, то бывает и 6. Но, иногда, может быть, учитель заболел, урока нету. Иногда еще что-то, иногда отменили урок, иногда просто лафа нафига не урок. Иногда просто каникулы, да? Вот 2 недели идите домой отдохните. И что самое главное, лето. То есть, учебный год только начался, а осень уже, можно сказать, подходит к концу. Сейчас зима, каникулы. Потом весна, весной, не знаю, есть ли весной каникулы, я, если честно, уже не помню. Но, допустим, а потом лафа, потом начинается лето. И летом 3 месяца каникулы, а у меня уже летом нету каникулы. Я уже, хоть это лето, хоть это осень, хоть это зима, но нужно идти работать. Твою мать, с этой работы нафиг. Честное слово, ребята, никогда не мечтайте, как бы побыстрее закончить школу. Вот это была моя ошибка, потому что я так мечтал всю свою жизнь. Школа, да, это скучно. Это школа. Кому вообще нравится школа? Кто ее вообще может любить? Хотел бы я вас увидеть, когда вы вот это скажете, и потом закончите ш... О, это Чармандер! Пока мы... пока... Иди в пейнт, толстяк! Нет, если бы я за тебя потерял Чармандера... Друзишка наша! Дружок, как мы тебя давно не видели? Чармандер, ребята, я хочу у него попросить прощения. Да. Потому что я уже его очень долгое время не ловил. Это у нас уже 60-я там чем-то серия. А я его ловлю только сейчас. Прости, Чармандер. Я тебя действительно должен был словить где-то на начале этого сезона. Как максимум где-то в 20-й серии. Но точно, что не в 65-й или какая у нас по счету сейчас серия. Чармандер, не обижайся, пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, не обижайся. Я понимаю, ты сейчас не хочешь... Нет, все-таки хочешь. Он просто выпендривался. Нет, все-таки я обиделся. Я обиделся. Первые волы, которые мы на него потратили, он не залезал. Да, он все-таки обиделся. А потом, когда мы попросили прощения, он все-таки подумал. Да, это наш друг с первого, мать его, сезона. Это что тут нахрен такое? Я в... я в... Что это за хрень? Какое-то подземное царство нафиг Аида. Наверное. Мы его выбирали практически каждый сезон. Если мы его не выбирали, то он был нашим вторым, третьим покемоном. Я его всегда ловил. А вот в этом сезоне я прям забыл, ребята. В этом сезоне я прям забыл. Честное слово. Простите. Простите меня, друзья. Я не хотел. Я не хотел. Ну, все же, наша, 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 наша затейка в этом сезоне выполнилась. Все, что я хотел в этом... В этом сезоне. Твою мать, тупая башка. Не в этом сезоне, а в этой серии. Все, что я хотел сделать в этой серии, это словить Чарвандера. Да. Потому что я уже долгое время мечтал, думал, обдумывал, как бы нам вернуть нашего старого друга. И все-таки мы вернули. Ух ты, нихрена себе тут. И все-таки мы вернули. Да, ребят, сейчас мы вернемся. Только не вернемся в наш домик, а вернемся в наш запасной домик. Где в любой момент может заспавниться Мью. Не очень удачный спавн. Нужно уже хотя бы там наверху поставить. Я не знаю, что это будет за дом. Ребят, я вам еще раз повторяю. То есть... Это что за хр... Ну, новый текстур пак установился. Не знаю, ладно. Ребята, честно. Честно. Я не знаю, что это будет за дом. Как он будет выглядеть. И что вообще в нем будет. Я строю пока что... Только для того, чтобы строить. То есть я не знаю, что с этого вообще получится. Посмотрим. Посмотрим. Если получится какая-то какашка, значит я его потом перестрою. Платформа уже есть. Уже хотя бы тут можно бегать. Это уже радует. Мью, к сожалению, в этой серии пока что еще не будет. Но может быть то, что вылезет в следующей. Кто знает? Кто знает, когда она вообще появится? Да, ребята. А на этом мы будем заканчивать эту серию. Я благодарен вам за просмотр. Я благодарен тем, кто досмотрел эту серию до конца. Я также буду очень благодарен, если ты поставишь лайк. Повторяюсь. Набираем 1200 лайков на вот этой серии Pixelmon. И только тогда выходит вторая серия Pixelmon. То есть как только мы наберем, выходит новая серия. Зависит это от вас. Когда мы наберем и когда она выйдет. Только ваше решение. Также тут есть кнопочка. Подпишись в том углу. Большая кнопочка. Просто нажми на нее и действительно подпишись. Я буду рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью. Каждый подписчик для меня друг. Не веришь? Подпишись и задавай любые вопросы в комментариях. Я действительно читаю каждый вопрос, каждый комментарий. Я также буду очень сильно рад ответить на ваши вопросы. Да, ребята. Еще раз. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.